два народа два самолета президент зеленский сегодня опубликовал кадры того как украинские пилоты тренируются на f16 вроде бы в дании все это дело происходит сам зеленский по этому поводу сказал все украинцы ждут день когда первый украинский f16 появится в нашем небе когда усилит защиту наших городов и общин и возможности наших сил обороны то время как наши пилоты и персонал продолжают учения я благодарен коалиции в шнадцать который приближает этот день сами пилоты дали тоже интервью сказали что истребитель этот f16 истребитель перехватчик более маневренные чем те самолеты которые на которых они летали до этого так и как они сказали так и просятся значит в более агрессивную манеру вождение этот самолет более агрессивную манеру ведения боя и терпится им вернуться и защищать наше небо и это ведь не просто защищать наше небо это не только защищать мирные города от ракет это означает переломить поддел на фронте остановить российское наступление не позволить больше россиянам массово применять управляемые авиабомбы но для этого нужны f16 которые будут сбивать российские самолеты вдоль линии фронта тем более вчера как вы знаете мы услышали от столтенберга что стрелять мы сможем и по территории российской федерации федерации из этих f16 впервые открыто заявлено что запад наружу можно будет использовать против территории россии но как я сказал два народа два самолета у нас f16 который демонстрирует у себя зеленский но с нашими летчиками а в россии стратегический бомбардировщик ту-160 где за руль посадили самого путина не ну логично логично правильно ну а кто еще будет сражаться кроме как сам путин после того как наши кто там я не знаю спецслужбисты пристрелили какого-то российского летчика в энгельсе но понятно освободилось место стул свободен но если не путин то код правильно же кого посадили что за руль самолета если летчик командира корабля пристрелили они посадили путина прямо до вот этого путина и наконец молодой российский 71-летний летчик путин все-таки взмыл таки в небо на стратегическом бомбардировщике ну потому что без него как еще тоже рвется в бой зараза но я думаю там другое дело ему хочется все-таки лично все-таки своими руками понимаете я думаю что для этого влетал ведь не сказал не сообщили где именно он летал в каком месте я думаю что и ракеты пускал ему сказали вот вадим владимирович кнопочку нажмете и тут же умрут люди в одессе тут же умрут люди в днепре из-за этого я думаю что какие-то из ракет выпустил сам путин своими руками он знает что он кровавый маньяк ему удалось убить уже более ста тысяч человек это он знает но ему хотелось же самому вот самому просто чтобы самому нажать кнопку и самому убить кстати не удивлюсь если он навального лично убивал но здесь вот понадобилось вот так так что два народа два самолета мы ждем в 16 чтобы они спасали жизни для этого у нас тренируются летчики они президентом отправили водить самолет а у них путин за все отвечает ну что ж значит война и закончится тогда мы собьем самолёт с путиным а а а